Здравствуйте, я Нина Реминоградова, автор проекта «Школа духотворчества. Психолог и парапсихолог». И сегодня мы поговорим об интересной теме, очень увлекательной и волшебной и загадочной, потому что речь пойдёт о тонком мире и о том, каким же образом строится ваша судьба и почему, оказывается, её менять можно и даже нужно. Дело в том, что тайна человечества заключается в том, что реальность, свою реальность, вы создаёте сами. Как бы это ни казалось волшебно, потому что мы привыкли думать, что мы приходим с какой-то определённой программой сверху и эту программу осуществляем. В какой-то степени да, у нас есть определённый диапазон, и он формируется за счёт того, какие у нас есть потребности и какие у нас есть наклонности. То есть у вас может быть потребность в самовыражении через танец, может быть через аналитику, может быть через физику, химию или ещё какие-то интересные науки, которые другим совершенно неинтересны. И в зависимости от того, какие у вас наклонности, какие у вас способности, что вам нравится и не нравится, у вас есть определённый диапазон. Но дело в том, что у вас он настолько высокий, что его можно сравнить с океаном. Поэтому, когда вы приходите на эту планету, у вас огромное количество различных версий, как вы можете себя проявить. И я даже больше скажу, те, кто вообще хорошо продвинут в магии, они могут изменить кардинально. Даже если вы никогда не были оперным певцом, то можно притянуть эти способности к себе, и вы самым волшебным образом можете запить, как оперный певец. Он может быть не на очень высоком уровне, но тем не менее запоете. Получается, что человек – существо загадочное, многовариантное, и он волшебник, он с самого рождения волшебник. Тогда почему мы живём вот так, вот так живём, как мы живём? Скажите, пожалуйста, от одного до ста в процентах, насколько вы живёте в лучшей версии себя и своей жизни? Насколько вы уверены, что можно было гораздо лучше? Вы знаете, я часто задаю этот вопрос и каждый раз получаю ответы, потому что где-то в лет 15-17 у нас было чёткое понимание, как мы хотим прожить эту жизнь. И мы были уверены, что мы уж точно не будем жить, как наши родители, мы будем гораздо лучше, и у нас будет и это, и вот то, и мы будем путешествовать, и вообще будет всё здорово. Потом проходит 10, 20, 15, 30 лет, и мы с удивлением понимаем, что мы куда-то не туда попали. А почему, интересно, мы не туда попали? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Каким образом мы умудряемся создавать свою реальность? Мы точно знали, что у нас будет всё замечательно. Оказывается, что мы влияем на свою судьбу. На 50% соответствует той лучшей версии себя Минель. Сапожник у нас сапогами, я сейчас расскажу тебе. Мало соответствует Людмила, и Лариса соответствует на 80%. Ларисе повезло. Ну, давайте поговорим про сапожника. Мне 55 лет, у меня, можно сказать, трое детей, то есть я воспитываю третьего ребёнка, это мой внук. К сожалению, старшая дочь ушла с планеты, и я взяла на себя обязанность, я считаю, что я обязана воспитать внука, и благополучно его воспитываю. Он у меня отличный. У меня два высших образования, экономическое и психологическое, и с 2007 года у меня открытое ясновидение. И вы знаете, открылось оно, получается, 10 лет назад, когда мне было 45. Мне, кстати, предсказывали, что он мне откроется в 45. Хотя я особо не поверила и сказала, а мне, ну зачем вообще-то основидение, если я решила, что я не буду заниматься целительством. Пособности к целительству у меня открылись рано очень. 28 лет я уже могла там поводить руками, и все болячки проходили. И, ну, она хватала чужих болячек и сказала, ой, нет, мне это всё не надо, и заниматься я этим не буду. Но, тем не менее, судьбы, видать, не уйдёшь. В 45 открылись способности. И знаете, я сейчас преподаю и рассказываю о тонком мире для того, чтобы вы могли не проходить тот путь, который я проходила. Потому что я пережила очень серьёзный болезненный развод. И, кстати, там были элементы магии, потому что мужа приворожили, и он как миленький пошёл, как завороженный и пошёл. И тогда, когда мне говорили, его приворожили, я вообще в это поверить не могла. Я считала, что какая-то глупость, какой-то 20 век, какой приворожили. Оборожили, сказки, верят люди, странные такие. Но, тем не менее, сейчас, когда я оборачиваюсь назад, я понимаю, что да. Я жила тогда в Сибири, и в Сибири очень серьёзная магия. Там и шаманы, и ведуньи, и колдуньи, и знахарки, и кого только нет. Причём у них очень здорово это получается. Поэтому, можно сказать, я на своей шкуре испытала, что такое приворот. И что он действительно действует. Потом я прожила много различных этапов, где столкнулась с несколькими болезнями серьёзными. И, в конце концов, сейчас я считаю себя счастливым. Я не люблю почему-то рассказывать негатив. Но считается, что нужно. Тогда человек понимает, что, когда мы идём не своим путём, вот экономист, наверное, это был не мой путь. Потому что всё-таки я ещё в 17 лет хотела быть психологом. Но по стечению обстоятельств, в город, в который я поехала, я поехала в Хабаровск, там не было психолога. Психологи были в Комсомольске на Амуле. Но там не было моей старшей сестры. И моя мама, у нас было четверо, решила, что я буду учиться там, мне учится старшая сестра, чтобы она приглядывала за мной. И казалось, если не поедешь туда, значит, я не буду тебя финансировать, как хочешь, так и выживай. И я, может быть, я не так сильно хотела, может быть, я думала, что, ну нет психолога, ладно, все экономисты в семье. Мама экономист, отец экономист, братья, сёстры, все экономисты. Ну, ладно, все так все, и я буду экономистом. До 45 лет я была нормальным, очень даже преуспевающим экономистом, и в 45 всё вот так перевернулось. Ну, это можно рассказывать до бесконечности. Я думаю, что, если вам интересно, я продолжу. Ставьте пятерку, если интересно. А если лучше проговорим по ясновидению, то ставьте, я не знаю, что, восьмерку, и поговорим про ясновидение. И получается, что, ну, получается, если кратко, то, в конце концов, после всех перипетий, после всех перипетий мы, я оказалась там, где я оказалась. То есть пройдены две серьёзные операции, пережиты два развода, и сейчас я замужем, у меня воспитывается третий ребёнок, все счастливы, все здоровы, и чего я вам желаю. Так думаю. Каким образом открылось ясновидение? Почему я вот так люблю пропагандировать и говорить, что ясновидение вообще очень интересная вещь, и не только для того, чтобы, как Ванга, там что-нибудь предсказать вам, что будет у вас в будущем. Сейчас это, можно сказать, не то чтобы бесполезно, но это настолько изменяемо, что смысл какие-то чёткие предсказания давать, но если только знать, ага, что тут что-то вот так пошло не так, и нужно что-то разобраться, переменить в своей жизни. Оказывается, сначала, конечно, ясновидение, оно завораживает. Я много рисовала рисунков, и вот, кстати, ой, как молодо выглядите, Люда. Я хочу сказать, что, сейчас я разберусь, как тут презентация работает. Как-то же она всё равно работает, наверное, ага. Вот так, красивая комната, но немножко функционал такой, непривычный для меня. Я, когда начала видеть тонкий мир, я его начала зарисовывать. Сейчас я посмотрю, в этой презентации у них есть какие-нибудь рисунки. Я сейчас навскидку вам эти рисунки покажу тогда, если есть. Обычно я вставляю несколько рисунков, может быть, и в эту вставила. Когда надо, получается, как всегда. И получается, что, когда закрываешь глаза, начинаешь видеть этот тонкий мир, он очень красивый. Он такой необыкновенный, что хочется наблюдать за этим и наблюдать. Своего рисунка не нашла, нашла вот этот рисунок пока. Посмотрите. Я считаю, что он очень точно передаёт то, то, что видишь. То есть это достаточно размытые какие-то волны, какие-то энергии, которые взаимодействуют друг с другом. И эти энергии, они оказываются живые. А вот уже мой рисунок нашла всё-таки. Вот, например, творческие энергии выглядят вот так хорошо и красиво, изумительно. Они тоже такие вот, ну, конечно, карандашом, получается, это не компьютерная графика, получается не так шедеврально. Но, по крайней мере, в этом рисунке видно суть того, что происходит на тонком плане. То есть можно сказать, что мы живём в океане энергии. Эти энергии взаимодействуют друг с другом. И получается вот какой-то определённый рисунок. Наверное, вы часто встречали фракталы. И фракталы, они тоже соответствуют тому, что я вижу. Хотя вот каких-то чёткие формы, вот такие чёткие, как фракталы, попадаются редко. Они, можно сказать, как рыбки проплывают куда-то. Но не могу сказать, что весь рисунок тонкого мира состоит именно вот в таких чётких геометрических форм. Но, может быть, именно я вижу именно вот так. Расплывчатые достаточно формы, а не чёткие. Ну да, наверное. Вы знаете, что касается рисунок и платья похожие, дело в том, что мы интуитивно выбираем именно те цветовую и ту цветовую гамму, которая соответствует основному цвету, который вам, у вас получается как главный, как сопутствующий. Вот скажите, пожалуйста, какой цвет вы любите носить? Вот интересно просто, насколько ваш цвет соответствует вашему внутреннему содержанию. Напишите, мне тоже интересно. Видите, я не подбирала специально платье, но, тем не менее, да, вот сейчас тоже обратила внимание, что цветовая гамма очень похожа. И смотрите, первое, что вы увидите, это вы увидите сами себя, потому что энергии, которые обкружают вашу ауру, считается, что они там строго распределены под чакрам. Вообще, обычно у просперитес аудитория очень эзотерическая, поэтому, что такое чакры, вам вообще понятно? Поставьте, пожалуйста, троечку, если вы в теме, то есть, такое чакры, аура, мне не надо на эту тему очень сильно углубляться, потому что и так всем понятно. Людмила в теме, Нинель в теме, еще кто-нибудь. Давайте двигайте клавиатуру поближе к себе. Я очень люблю, когда со мной общаются. Ну, вот, все правильно. Я уже не раз выступаю на этой площадке, и здесь очень отзывчивая, интересная аудитория. Я здесь прямо как рыбка плаваю, потому что я попадаю именно в ту аудиторию, где мне больше всего интересно рассказывать, потому что мы на одной волне. Поэтому, вот смотрите, и чем больше углубляешься в этот тонкий мир, тем понимаешь, насколько мы сами формируем собственную реальность. Дело в том, что оказывается, наши мысли, действия или бездействия создают рисунок нашей судьбы. Дело в том, что, когда вот уже прошло 10 лет, и сила мысли настолько уже сформирована, что очень внимательно нужно следить за тем, что в нашей голове происходит. Иногда там какое-то раздражение или гневный отказ, или капризный отказ может настолько навредить. У меня, например, уже я даже кивать не могу по отношению к другому рассказу. Знаете, у нас есть такая привычка, когда вам что-то рассказывают, вы все время говорите, ага, угу, угу. Ну, это нормально, когда два человека так разговаривают, но мы часто из вежливости киваем там, где нам не нравится. Все мужчины, они вот такие, правда же? Приходит обиженная на мужа подруга, и мы говорим, ну, ну, да, наверное, да, угу. А что, угу, если ваш муж, например, хороший, а вашей подруге не совсем повезло, ну, можно так и сказать, что печально, конечно, что тебе не повезло, но у меня как бы все нормально. Поэтому, когда вы поддакиваете, вы соглашаетесь, вы подписываете, что вы тоже считаете, что мужчины такие, и не удивляйтесь, если после этого ваш муж начнет вести себя совершенно не так. Он даже сам не будет понимать, зачем ему себя так вести, но у него будет непреодолимое желание вести себя соответственно тому, чем вы покинули, покивали. Возможности тоже создают рисунок вашей судьбы. Конечно, возможности тоже создают рисунок вашей судьбы, и определенный рисунок есть у всех и нас. И причем рисунок вашей ауры, он будет как ладошка, индивидуален и неповторим по отношению с другим людям. Одинаковых рисунков ауры нету. Я тоже стараюсь не слушать негатив, у меня повторяется чужая ситуация. Да, мы очень часто перетаскиваем чужую судьбу, мы очень часто перетаскиваем чужую судьбу, потому что мы любим жалеть. Поэтому жалость она такая интересная штука. Если вы считаете, что с этим человеком поступает судьба несправедливо, его нужно непременно пожалеть, неудивительно, если вы получите определенный щелчок от судьбы, чтобы не вмешивались туда, где вас не просят. Не надо бегать и причинять добро. давайте подумаем о том, что есть Божий промысел и он выше того, что мы можем представить об этой жизни. И часто мы попадаем не туда, куда нам хотелось, или по какой-то определенной причине что-то задерживается, и уже я знаю, что история имеет множество случаев, когда человек глохла машина или еще случалось что-нибудь, человек попадал на самолет, и потом выяснялось, что самолет попадает, разбивается или еще что-нибудь. То есть, если что-то идет не так, как вы хотите, еще не значит, что это плохо. Это возможно смешиваются высшие силы, и что-то там себе подруливают и поправляют. Поэтому по большей части мы сами себе ставим припоны. Все, что вам на радость или на пользу, я люблю так говорить, вам на пользу, всем на радость, или вам на радость, всем на пользу, вы обязательно получаете. Потому что такие моменты, у вас настолько большой диабазон, и настолько вселенная изобильна, и стоит вам только найти вот это внутреннее состояние благосостояния, внутреннее состояние гармонии, как у вас все начинает происходить автоматически, так мир устроен, так вселенная устроена. И когда понимаешь, как это устроено, когда живешь в этом потоке, очень хочется научить других делать то же самое. Вот смотрите, когда я поняла, что внутри меня оказывается там много всего, это так интересно, я начала себя исследовать. Самый простой способ, берете карандаши, мне вот например нравится рисовать акварельными карандашами, берете листок бумаги, вон, любой А4, или блокнот купите, или альбом купите, я в свое время покупала обыкновенные альбомы, брала карандаши и спрашивала себя, в каком состоянии у меня эмоции. Вот рисунок слева, как он вам? Рисунок, который находится слева, вам нравятся эмоции, которые я нарисовала. Пока вы отвечаете по поводу рисунка, я отвечу Ларисе, сострадание и милосердие всегда должно присутствовать в нашей судьбе, но оно должно присутствовать в другом виде. Когда вы жалеете, вы считаете, что с человеком жизнь обошлась несправедливо. Когда вы милосердствуете, то вы говорите, что я могу сделать для тебя. Давайте я дам свое платье, хочешь я тебе дам половину своего хлеба, или хочешь у меня есть деньги на лекарство, пойдем я тебе куплю. Вы можете милосердствовать сколько угодно. это самое великолепное качество, особенно для женщин, потому что женщина выражает через милосердие свою любовь. Тем не менее, вы должны понимать, что если человек получил вот это по судьбе, то для чего-то и почему-то ему это нужно. И если вам кажется, что это несправедливо, то вы спорите с Богом и спорите с жизнью. А не нужно этого делать, потому что ему виднее, творцу виднее, что лучше, а что не лучше. Ну давайте приведем такой пример, вот почему-то сейчас в голове родился. Клетки, которые находятся рядом с аппендицитом, могут считать, что очень несправедливо, что аппендицит такой воспаленный, и надо же с этим что-то делать. А если творец этого тела решает, что нужно сделать операцию и убрать аппендицит и спасти, весь организм, то, наверное, это больно, это неприятно, это на грани между жизнью и смертью, и тем не менее весь организм будет глубоко возмущен, ну надо же, как с аппендицитом-то обошлись, вообще нехорошо, вот жил себе-себе, жил в организме, вот взяли и убрали, вот ведь, да, несправедливая жизнь обошлась, судьба несправедливая обошлась, куда там творец смотрел этого тела, почему так получилось, может быть, не стоит с позиции клетки рассуждать о всем организме, может быть, творец лучше знает, что нужно убрать, а что нужно оставить для того, чтобы выжила целая цивилизация, ну вот как-то так, потому что я считаю, что каждый человек это тоже клеточка какого-то большого, огромного, какой-то огромной системы, и я считаю, что вот такая вот аналогия с человеческим телом очень уместна, потому что, когда я пытаюсь понять свое место, свое предназначение, то я понимаю, что я часть огромной системы, и причем не какая-то там бездушная, а я вот такая маленькая клеточка, маленькое солнышко, которое делает свое дело для общего блага, для того, чтобы развивалась цивилизация, для того, чтобы процветала планета, и может быть, да, где-то есть какие-то очаги несправедливости, но тем не менее, я сосредоточена на том, чтобы сеять добро, чтобы передавать знания и учить людей, чтобы они были счастливыми, потому что на самом деле, оказывается, это просто. Люда правильно отвечает, первое – взволнованность, второе – спокойствие. эмоции неспокойными, отвечает Светлана, спокойствие отвечает, понятность, отменить на милосердие. Можно так сказать. И даже сострадание, сострадание, ты хочешь разделить это страдание, сострадание, да, соотворчество, давайте вместе будем творить, сострадание, давайте разделю твое страдание, просто разделить, как я тебя понимаю, наверное, тебе плохо, ну, хочешь, я посижу и поплачу вместе с тобой. Это что-то изменит? Это что-то изменит? Может быть, просто дать какой-то нужный или хороший или дельный совет, или просто что-то сделать для человека? Не знаю, может быть, у меня просто мужской ум, и когда мне, можете поэтому и стало психологом, потому что просто выслушать и подкивать, и даже вытереть слезки, сказать, ну, надо же, мне просто хочется помочь человеку, я ему говорю, значит так, первое, второе, третье, десятое, двадцатая, и ты всё, и ты вылетаешь на качественно новый уровень, поехали, и всё, и начинается идти коуч-сессия на два-три или полгода, на два-три месяца или полгода, и человек просто переходит на качественно новый уровень. Я считаю, что что-то сделать для человека важнее, чем просто поплакать вместе с ним, хотя иногда, может быть, есть, напоить чашкой чая и просто выслушать. Значит, плакать не знаю, выслушать, может быть, нужно. Иногда мне приходят клиенты, платят кругленькую сумму, потому что консультация не на виноградах достаточно, я не знаю, для меня, кажется, нормально, может быть, для кого-то, кажется, уго, но тем не менее, иногда вот у меня две или три клиентки были, говорят, да никого мне от тебя не надо, мне, наверное, нужно было, чтобы меня просто кто-то выслушал, потому что я всё рассказать не могу ни подругам, ни друзьям, ни родственникам, мне нужно было доброе лицо, которое просто понимает меня. Ну, были такие моменты. Так, мы немножко съехали, значит, смотрите, деструктивные программы даны для развития Божественное Мишево Сочревато, на самом деле, действительно так, первое время я бегала и пыталась делать добро всем подряд, потому что, когда понимаешь, что надо мысли изменить, надо слова изменить, надо отношения изменить, надо эмоции изменить, надо действия изменить, и всё, и всё, всё, вы стартуете в счастье, но люди, оказывается, не слышат, не слышат, они продолжают делать, они упорно продолжают делать именно то, что не привыкли делать, это же надо всё менять в жизни, это же так вот не хочется, мы же привыкли к зоне комфорта, где хорошо. Я прочитала ваши ответы по поводу эмоций, и вы ответили совершенно верно. Первая картинка, которая находится слева, эмоции яркие, красочные, потому что цветовая гамма чистая, цвета приятные, но тем не менее, они все спутаны как клубок, такое ощущение, что это котята играют, вот хвосты, уши, усы, всё вперемешку, весело, очень весело, но сумбурно, хаотично, всё поперепутано. Когда я нарисовала этот рисунок, я сначала осталась очень довольна тем рисунком, который я увидела, я его так повесила и сказала, ну какая я вся такая вот разноцветная, ну буквально через несколько часов я стала думать, а что это так всё перепутано-то? И я опять пришла в подсознание и сказала, интересно, а что же у меня так всё перепутано-то? И поняла, что творческая энергия, она у меня хаотичная, я сама не знаю, что я хочу, потому что я хочу рисовать, писать, выжигать по дереву, вязать, вышивать, я всё хочу сразу, и получается какой-то творческий хаос, это весело, это здорово, но получается много, слишком много дел одновременно. И тут я задала другой вопрос, а что делать-то? Это как-то можно изменить? И я пошла внутрь себя второй раз, пошла с другой целью, как должно быть. И знаете, родился второй рисунок, он не по энергетике, он как раз не хуже, но он более утончённый, то есть я поднялась в более высокие слои и нашла вот эту гармонию, когда энергии спокойно передвигаются, ну знаете, можно, наверное, с чем сравнить? Вот здесь вот голубь, а здесь танец балерины, может быть, вот так, то есть здесь много энергии, а здесь изящество, полёт, бабочки. Поэтому состояние души сразу стало другим, появились какие-то нежность, кротость, умиление, потому что энергия расправилась и теперь друг другу не мешают, они просто двигаются, двигаются, и всё равно взаимодействуют друг с другом, но они уже не пыхтят, не толкаются, не перепутываются, не смешиваются, и на душе сразу какая-то гармония и покой. Получается, что внутреннее изучение себя, например, через рисунок, носят очень серьёзные плоды, которые могут изменить всю вашу жизнь и третий вариант, когда вы научаетесь всё это видеть и чувствовать, и понимать, то есть ясновидение, интуиция, яснознание у вас открыты, то есть соответствуют тому, что видите вы, и тому, что видят у вас другие, потому что когда мы начинаем сканировать уже с группой друг друга, то есть я вижу ровно то же, то, что ученик видит тебе тоже, то есть наши рисунки буквально совпадают, то есть я рисую, ученик рисует, и говорит, так, ну мне кажется, вот здесь вот у меня вот так, и здесь вот так, рисуй, но не показывай, потому что я вижу, что здесь тоже вот так, и здесь вот так, интересно, наши тоже совпадают, и когда мы друг другу показываем, получается практически один в один, или очень похожие рисунки, вот буквально вчера проводила коуч с клиенткой, наши рисунки очень сильно совпали. Но у неё пока нет понимания, почему у неё блокировки вот в каких-то местах. И когда я начала ей выдавать, откуда блокировки, она, конечно, очень удивилась, потому что события, которые я назвала, я, конечно, не знала. Поэтому, можно сказать, в точку попало. И второе получается, что мы плавно переходим к магии. А магия заключается именно в том, что когда вы понимаете, что тонкий мир у вас, тонкий мир вокруг вас, что вы получаете, как через вас проходят, как радиоволны различные. Вы же не слышите радиоволны. Вы представляете, сколько всего вокруг вас вещает. И это всё проходит, но вы не видите, не трогаете и не слышите эти волны по большей части. Может быть, есть такие уникумы, которые слышат, но даже я не слышу. Хотя иногда бывают, какие-то слова прорываются, какие-то мелодии обрывками. Но это бывает крайне редко. По большей части не слышу. И когда вы понимаете, как эти энергии работают, что вы можете, оказывается, изменить своё состояние, когда вы сосредоточились на своём эмоциональном фоне и просто взяли и нарисовали другой рисунок, потому что ваше состояние изменилось, то к чему вы приходите? К тому, что, оказывается, энергиями, которые, по крайней мере, принадлежат вам, вы можете управлять. Раз вы можете управлять всем, что вам дал Творец, то, значит, судьба в ваших руках, то получается, что энергопотоки, которые есть в вас и вокруг вас, каким-то образом формируются, и с этим можно взаимодействовать. То есть, со-творчество, духотворчество, как я назвала свою школу, потому что это духовное творчество. Вы начинаете с помощью души, воли, концентрации, взаимодействовать с духом, взаимодействовать с высшими аспектами вашей человеческой сущности. Я рисую цветы, когда говорю по телефону. Ты знаешь, Анжела, ты теперь возьми и проследи. Если ты рисуешь цветы, когда говоришь по телефону, это получается рисунок твоего разговора, ведь каждый раз, скорее всего, получается по-разному. Иногда цветы такие бодренькие, иногда такие грустненькие, прямо вот как будто сейчас заплачут. Поэтому пообращаем внимание, какой получается рисунок. В зависимости от темы он будет другой. Олег сказал, что он почувствовал. Успокойствие, так оно и есть. Деструктивные люди, деструктивные программы для развития. Да, Нинатья, согласна. Почему-то в задумчивости машинами рисуют сложные геометрические фигуры. Всё зависит от того, какой у тебя склад ума. Если у тебя больше логический склад ума, возможно, ты будешь рисовать геометрические фигуры. Если у тебя склад ума больше образный, то ты будешь рисовать плавные фигуры. Поэтому, когда кто-то видит фракталы, может быть, оно так и есть. Я вижу фракталы, но реже, чем, например, фигура, которую я вам показывала. Вот такая штучка мимо меня пролетела однажды. Люблю я её показывать, потому что я тогда вообще сначала не поняла, что это. Первая мысль была, очень такая шкодная, пролетает мимо меня вот такая красавица. Я так следом не смотрю, говорю, а поздороваться. Потому что я только проснула, знаете ли. Но ещё проснулась и не проснулась. То есть это называется просон. Когда вы ещё проснулись и не проснулись. Когда за хвост ещё можно сон уцепить. И вот в этот момент очень хорошо, очень хорошо разглядывать тонкий мир. Часто вы это видите, но просто не придаёте этому значения. И вот эта штучка пролетела мимо меня с большой скоростью. Потом, когда я стала разбираться, что это было, я понимала, что это идея. То есть идея, она имеет уже, как стрела, имеет какую-то определённую направленность. Если мечта, она такая расплывчатая, хочется что-нибудь, не знаю, что, платьишко или мороженку, ну что-нибудь такое приятное, то идея, это уже конкретно, никакой мороженки, платьишко и всё тут, и прямо сейчас, и вот такого цвета. Всё, ищем деньги и вперёд, ищем платьишко. Понимаете? То есть идёт процесс формирования вашей реальности. И сегодня мне хотелось бы вам сказать, что вот есть какие-то определённые аспекты, которые вы можете не замечать в своей жизни, но при этом они влияют на вашу способность строить реальность. Ну это вот уже была прорисовка у меня, какой-то определённой ситуации. Я вообще люблю через рисунок что-нибудь да прорисовывать. И это одна из моих практик. Когда я начинала рисовать эти все рисунки, мне никто вообще объяснить не мог, что я делаю. И только потом, позже, вот сейчас в интернете, это информация и пруд-пруди. Но мне же тогда, когда все открыли способности, мне было, конечно, совсем непросто, потому что я не могла найти объяснение тому, что я вижу. Иногда я просто зарисовывала то, что я вижу, и всё тут. И получается, что сейчас гораздо больше картинок различных, которые помогают человеку понять, а что же такое тонкий мир. Вот, смотрите, картинку нашла сейчас, как я с вами разговаривала, о том, как слово влияет на то, на форму, на структуру воды. Я думаю, что с этим вы сталкивались много раз. То есть, мне кажется, я в этой, да, пообещала сегодня, пообещала вам рассказать, как нашёптывать на воду, или это будет завтра? Это будет завтра. Завтра я вам расскажу, как нашёптывать на воду, а сегодня мы пойдём перетекание в счастливую реальность. Это чуть попозже. Как попасть в поток энергоблагополучия, я вам обещала, и, ну, по крайней мере, своим слушателям делала рассылку, это всё. И что формирует судьбу, мы сейчас рассказываем. Я вам сейчас рассказываю о том, как попасть в энергопоток благополучия и техника привлечения удачи в вашу судьбу. И ещё волшебная энергетическая практика перетекания в счастливую реальность. Вот такая насыщенная программа. Об этом мы поговорим завтра. Я думаю, что эту информацию вы встречали, как нашёптывать на воду. Завтра я вам расскажу о том, какие существуют правила, почему кто-то шепчет, у него всё получается, а кто-то шепчет, ничего не получается. Лично у меня всё получается, потому что я знаю секреты и секретики. Завтра с вами поделюсь. Потом, сегодня мы поговорим о том, каким образом одни люди получают ту самую счастливую судьбу, а у других почему-то ну никак не получается. Я вам рассказывала неоднократно о том, что ваше умонастроение очень сильно влияет на судьбу. То есть от того, каким образом вы мыслите, насколько вы позитивны или негативны, вы находитесь на определенном уровне слоя, слоя энергетического. То есть каждый слой имеет определенную вибрацию. Я могу сказать, что вибрация, ну я могу показать, потому что у меня сейчас поздно, я поиграть с вами никак не могу, но я вам несколько звуков покажу. Есть такая штучка варган, я думаю, вы слышали или видели, и есть шаманский бубен, и это вибрация земли, это вибрация нижних чакр. Первые три чакры, они очень хорошо совпадают по вибрации с варганом. Давайте я вам сейчас покажу, чтобы вы поняли, что это такие определенные жесткие звуки, которые сонастраивают вас с энергией земли. И поэтому очень хорошо, тех, кто с энергией не очень хорошо, очень хорошо танцевать, двигаться, топать ногами, прыгать, то есть делать вот такие ритмичные движения под бубен, под барабан и любые другие такие вот ритмичные инструменты. Сейчас я вам немножко поиграю, а вы почувствуете, как у вас начинает вибрировать тело и соответствовать, почувствуете, как энергия жизни прямо вот идёт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Чувствуете? Сонастрой с энергией земли, чувствуете? В чём же тогда разница между вот этими звуками и божественными энергиями? А вот божественная энергия. Я думаю, все почувствовали, даже те, кто вообще никак не воспринимает музыку, потому что есть ещё внутренние ощущения всех этих вибраций. Средние вибрации соответствуют колокольчику медному. Звонок, школьный звонок, все помнят? Вот это средние вибрации, то есть они где-то посередине. Понимаете, мы живём в мире, который всё время вибрирует, он не стоит на месте, он вибрирует всё время, и эта вибрация создаёт определённые волны. Если мы их не слышим просто ушками, это ещё не значит, что их нет. Я вам ещё раз говорю, вы не слышите радио, вы не слышите телевизионные волны, которые охватывают весь мир. Мир орёт, кричит, стучит, поёт, топает, скрежет, но вы можете этого не слышать, потому что это идёт на радио волны, которые не усваивают и не лавливают ваши ушки. Но тем не менее, мир звучит. Сейчас очень много различных медитативных музык, которые соответствуют определённым вибрациям, определённой частоты, и я тоже люблю её слушать и при великим удовольствием слушаю. Это успокаивает, это расширяет сознание и это интересно. И так, вот есть люди, которым всё на свете удаётся и жизнь у них прекрасна. Мне нравится смотреть на эту девушку, потому что она жизнерадостна и открыта миру. И почему одни открыты миру, а другим всё как-то не везёт в этой жизни, всё у них мурачно, и может быть мир тут ни при чём, как вы думаете? Как вы думаете, почему один и тот же мир, а восприятие разное? Как вы думаете, это почему? Это зависит от мира или есть какая-то другая причина? Подобно к подобному, совершенно верно. Знаете, картинку, которую я показываю несколько лет подряд, ну вот надо же было вот такую картинку создать? Ну, не убавить, не прибавить, согласитесь? Поэтому есть люди пчёлы, а есть люди муки. Нравится или не нравится? но в зависимости от ваших интересов вы видите ровно то, что вы видите. Я на этой неделе купила дачу, мне так сильно захотелось иметь свой уголок земли, где я могу творить, что-то делать и просто медитировать. Это вот прям мой уголок земли. И знаете, что интересно? Я хожу по городу практически каждый день, захожу в какие-то любимые магазинчики, то там, то тут. и что интересно, я сейчас везде вижу лейки, я везде вижу тяпки, я вижу всякие различные рукомойники, я вижу семена и я с удивлением вдруг увидела, что продаётся в моём магазине на последней остановке буквально до дома от меня, в которые захожу, ну да, несколько раз в месяц захожу на протяжении более 10 лет. я вдруг увидела, что там лилии продают, клубни лилии продают. Я остановилась у этих лилий и говорю, что у вас цветы продают. продавщица говорит, да мы всегда цветы продавали. Да вы что? Вы понимаете, я же в этот магазин 10 лет ходила, но мне лилии вообще никак не нужны были, понимаете? Я их просто не видела, представляете? Вот так вот, поэтому вы видите то, к чему у вас есть интерес, а к чему у вас нет интереса, вы не видите. Разумеется, что вы выхватываете то, что вас пугает или напрягает, понятно, но может быть тогда просто пусть это не пугает и не напрягает, тогда может и выхватывать не будете, вы не будете этого видеть. Получается, что да, подобное притягивается к подобному, и если вы пчела, то вы везде будете видеть цветы, и вас будут привлекать цветы, если вы дачники, то вы везде будете видеть лейки, дуги, покрытие теплицам, и различные другие дачные штучки. А если вы любите вязать, то вы везде будете видеть журналы по вязанию. Вот вы подходите к киоску почтовому, кто-то будет разглядывать украшения, например, а я, например, так уже со знанием делаю, так интересно, здесь есть какие-то журналы по вязанию, которые мне нравятся, например, если есть, или я беру и сразу спрашиваю, потому что в киоске подается много всего, наверное, куча газет, и будет удивительно, что там какие-то газеты, о которых я даже знать не знала, ведать не ведала. Мир один для всех. К этому киоску подхожу я, мне интересует вязание, подойдете вы, вас будут интересовать какие-то украшения, подойдет ребенок, его будут интересовать, есть там чупачупцы или нет, или там какая-то машинка, и у всех в этом киоске найдется именно свой узкий интерес. Но если вы по своей сути муха, то вы везде будете видеть плохое. Вот прямо на этом и концентрироваться. Поэтому если вы хотите, чтобы мир вокруг вас изменился, вы сначала измените свое мироощущение, потому что если вы не меняете свое мироощущение, то вы так и будете видеть только то, что притягивает ваше внимание. Ваше внимание, оно является волшебным, потому что ваше внимание, оно наполняет энергией все, что вы видите и о чем вы думаете. Если вы думаете, что если вы раздражаетесь и это меняет вашу реальность, то вы ошибаетесь, оно не меняет вашу реальность, потому что то, что раздражает, оно что-то рушит, но никак не создает. Дело в том, что человек он созидатель по сути своей, он творец. И когда вы это понимаете, то вы понимаете, что ваша судьба создана вами. Когда у меня начинается череда неприятностей, я иду в книжный магазин и спрашиваю, так, что читать будем, что я опять делаю не так. Это было раньше. Сейчас, когда у меня открытое способность, несмотря на то, что я уже работаю с людьми 10 лет, и 10 лет я гадаю на картах Таро, провожу консультации и ясновижу, то есть захожу в тонкий мир человека и нахожу определенные причины, но я женщина, и я часто включаю сочувствие и сопереживание с человеком, и сразу же мне сливается этот негатив и программа можно сказать перепрыгивает иногда на меня и теперь я просто знаю как это все убрать из себя. На самом деле вы каждый день это делаете друг с другом и очень часто так же как вирус гриба вы цепляете чужие программы. Их много, их огромное множество и если есть у вас резонанс, то эта программа очень легко переходит к вам. Поэтому если вы держите себя на позитиве, если вы человек жизнерадостный, то никакая зараза к вам не пристанет. То есть у вас просто иммунитет на плохие программы. Поэтому очень хорошо держать себя в позитиве. Все правильно, Нинель, подобное к подобному. И для того, чтобы достичь чего-то в этой жизни, нужно еще иметь энергию. И нужно определенный стиль жизни делать или не делать. От того, что вы что-то не делаете, тоже либо хорошо, либо плохо. Если вы не делаете какие-то аморальные поступки, наверное, это хорошо. А если вы не делаете определенные шаги для того, чтобы чего-то достичь, то, наверное, вы пропускаете свой шанс. Очень важно пользоваться теми шансами, которыми дает жизнь. То есть я заметила одну интересную вещь. если вы что-то попросили у Вселенной, Вселенная обычно дает, если это на радость вам, на счастье всем. Или наоборот, на счастье вам и на радость всем. Если вы попросили то, что экологически чисто, то есть вы не создали кому-то проблему от того, что вы хотите, от ваших желаний не мешают жить другим, то вы, как правило, это все получаете. Но если вы при этом отказываетесь, в следующий раз у вас будут проблемы. Это уже проверено, это проверено на клиентах. Это, знаете, это люди, которые называют «стой тут, иди туда». Потому что вот эти конфликтные программы, их нужно очень сильно убирать, очень сильно с ними работать, потому что они иногда вот этот хаотичный ум это самые трудные клиенты, потому что они настолько привыкли, все время у них этот ум мечется, хочу, не хочу, туфельки хочу, желтенькие хочу, красненькие хочу, да ну туфельки, я, наверное, босоножки хочу, не, 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 не босоножки, тут надо ботиночки, точно ботиночки, а, ботиночки, не хочу, босиком ходить буду. Понимаете, это вот хаос вот этот вот, мне тяжело с таким, представляете, как вселенная это тяжело. Значит, смотрите, и теперь вот вырисовывается картина, каким образом мы строим свою, свою судьбу, то есть из ваших желаний складывается вот эта река, и эта река, если вы не управляете всем этим, она, вот по умолчанию, куда-нибудь из того, что было, она вам судьбу и слепила. То есть, река жизни состоит из всех ваших хочу-не хочу, буду-не буду, а, наверное, а может быть, а сегодня я точно уверена, а, нет, не буду, это сделала, это не сделала, об этом помечтала, об этом вообще не буду, а, нет, это вообще мне не подходит, потому что, да, ну, это вообще там для каких-то других людей, я там маленькая такая серенькая мышка, не-не-не, вот из этого хаоса, в жизни приходится вам судьбу любить, но если вы все равно это делаете, то, может быть, уже это особенно делать, просто уже делать именно то, что вы хотите, и для этого как раз хорошо и сновидение, потому что, когда вы открываете все свои способности, то вы весь этот хаос видите, даже легкая, легкий выход на то, что вы видите, и сновидение, на самом деле, оно имеет очень много очень много различных нюансов, оно не является только вот ясновидение и все-таки тут сейчас, если ну, вот, пока по ходу, посмотрите на ауру влюбленных людей, мне нравятся эти картинки, сейчас так легко стало рассказывать о всем этом, потому что сейчас очень много таких рисунков, которые прям четко показывают, как оно есть на тонком плане, сейчас, пока я ищу о ясновидении, я вам, когда смотришь, мне кажется, мало слайдов, а когда загружаешь, оказывается, большое количество, вот она, аура, я всему этому учу и вот ауру, вот так вот ауру, она на самом деле выглядит вот так, только потом уже вы научаетесь, ну, по крайней мере у меня так получилось, потом вы научаетесь введите его в цвете, у меня сразу не получалось в цвете, вот, нашла я то, что мне нужно, на самом деле аура вот так выглядит, а в цветовую гамму это уже нужно углубляться, какие вибрации есть, вот виды ясновидения видения, и все виды ясновидения, которыми я обладаю, которые мне доступны. У всех людей разный диабазон, разный диабазон, и, ну, прям сегодня я об этом не буду рассказывать, просто посмотрите на табличку, я об этом расскажу завтра. Сегодня мы больше сосредоточимся на том, из чего же состоит наша судьба, из каких аспектов и что на неё влияет. Вот, когда у вас есть ясновидение, вы уже можете углубиться в эту тему. И это интересно, это очень интересно. Ну, правда, поскольку здесь и мужчина, и женщина, хочу сказать, что женщинам открыть ясновидение гораздо проще, чем мужчинам. Почему? Ну, потому что мужчины не через ум всё пропускают, а женщины, они сначала очень быстро выходят на интуицию, потому что чувствовать – это вообще их фишка, мы рождаемся с этим, потому что мы вынашиваем детей, и нам нужно обязательно понять, что это хроха хочет, который не умеет говорить, потому что это лежит, трыгает ножками и орёт. И по голосу, по движениям, по внутреннему сердечному чувству мы чувствуем, что надо. Или воды дать, или пампер сменить. Поэтому в женщине очень сильно развитая интуиция, она не может объяснить, почему она так думает, потому что не может объяснить и всё тут. Но она всегда попадает в точку. Ну, вы, наверное, все знаете, что вы иногда, особенно девочки, муж только зашёл, вы ещё в кухне, вы выходите, и сразу говорит, что случилось? Он говорит, ничего не случилось. Ну, что ничего не случилось? Я же чувствую. Что-то случилось? Расскажи. Да ничего не случилось. Вот моему внуку очень трудно со мной, потому что он ещё не зашёл, я уже знаю, что что-то случилось. Значит, смотрите. Разные виды ясновидения, они дают вам возможность видеть диапазон, диапазон происходящего, даже не только в этой жизни, а заныривать в прошлое воплощение. Хотя, по моему опыту, я не очень люблю ходить в кармические вот эти вот, в эти связи влезать, я не очень люблю смотреть в прошлое воплощение. Почему? Не совсем правильно сказала. Я не люблю смотреть в прошлое воплощение, потому что достаточно иметь понимание кармы и видеть кармические узлы. потому что знать, что там было в прошлом, совсем не обязательно, потому что, когда вы открываете прошлые жизни, вы их можете опять заново пережить, все эмоционально пережить жизни. А у нас там не всегда счастливая судьба. На всем хотелось бы, чтобы мы были там принцессами или королевами. На самом деле мы могли прожить очень трудную жизнь и жить, допустим, в очень глубокой нищете. И мало ли что, чем мы там болели. Мир был тогда не защищен антибиотиками. И поэтому заходить в эти прошлые жизни не всегда приятно и не всегда нужно. Достаточно просто знать, какая там родилась проблема. Но вообще, когда разбираешься, если нет объяснения происходящему в этой жизни, мы иногда с клиентами ходим в прошлые жизни. И развязав узел там, можно исправить судьбу здесь. Но это уже редкие случаи. Обычно весь арсенал, который нам нужно пройти в этой жизни, мы получаем и с ним благополучно живем. Но очень часто бывает, наступаем на дни и те же грабли. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто бы совершает свои ошибки прям с удивительной периодичностью один и тот же. Вам попадаются одни и те же мужчины. Вы находите одних и тех же начальников. Или отношения с друзьями у вас ровно вот такие. Ставьте пятерочки, если у вас очень даже есть повторяемость событий, и вы уже устали делать одно и то же. Да. Вот видите, видно, что вы тоже понимаете, что это же не может быть просто так. То есть нужно развязать уже в конце концов этот узел и забыть эту ситуацию. И, конечно же, ясновидение, оно помогает. Потому что вы начинаете понимать, в чем суть, почему это событие повторяется, какой урок вам нужно пройти. И здесь не всегда можно это сделать логически. И часто для того, чтобы понять, что же происходит и почему вы поступаете именно так, нужно идти в прошлой жизни. Бывает, что там находится ответ на ваш вопрос. И получается, что есть путь, который мы проходим. Вот, например, духотворчество – это уже верхние чакры. Что такое духотворчество? Когда вы развиваете сердечную чакру, и дальше пошли. Когда вы развиваете эти чакры, ясновидение открывается. И останется только вас научить этим управлять. А для чего вам ясновидение? Для чего вам интуиция? И для чего вы собираетесь этим управлять? А как раз для того, чтобы навести порядок в вашей земной жизни. А ваша земная жизнь – это ваша жизненная энергия, это ваши отношения, и это ваше социальное проявление. Потому что, если вы не нашли свое место в жизни, то вряд ли вы обеспеченный человек. И если у вас не сложились отношения, то вряд ли вас можно назвать счастливым человеком. И если жизненная энергия не хватает на то и другое, то вряд ли можно вас назвать успешным человеком. Поэтому для того, чтобы быть успешным, счастливым и эффективным, нужно открыть их чакры и управлять самим же собой. Можно, конечно, надеяться на ангелов, можно надеяться на Творца, но вы можете это сделать совместно с ангелами и Творцом для своей судьбы. Жить счастливо. Когда у меня открылось истновидение, я засвисла в этом мире, наверное, лет на пять. Но это настолько тонкие, настолько приятные энергии, что можно часами их разглядывать, рисовать, медитировать. И большинство людей именно вот так и живёт. То есть мы уходим в духовный мир со всего медитациями, с его красотой, с чистотой отношений, с глубоким переживанием любви ко всем, учимся прощать, учимся благодарить. И это здорово. Но, заметьте, дело в том, что духовные люди, лучшие люди планеты, они, как правило, не обеспечены. Вот, пожалуйста, напишите однёрочку, кто со мной согласен, что ваш достаток желает лучшего, что вам очень даже хотелось бы, чтобы ваш достаток был гораздо больше, чем есть он на самом деле прямо сейчас. Погромче? А что ж ты, Иринка, молчишь? Вот что-то все промолчали, а может быть, действительно погромче? Я же спросила, десяточку поставьте, как меня слышно. Мой индикатор показывает, что слышно меня хорошо. Скажите, сейчас нету деформации звука? Хорошо слышно. Я прибавила звук, нету, не фонит? Все окей, десяточка. Если фонит, Надежда, напиши, пожалуйста, фонит. Звук нормальный. Хорошо, громче стало? Замечательно. Иринка, не могу тогда тебе ничем помочь, это особенность твоего компьютера или планшета, в зависимости от того, в чем. Еще тише стало? Ну, тише никак не может быть. Я поставила где-то на 60%. Тише стало? А вот так? Хорошо? Поставьте пятерочку, поставьте, если хорошо. Если звук фонит, потому что у меня дошкаливает. Есть ощущение, что у меня зашкаливает. Пятерочка, все хорошо. Пошли дальше. И получается, что, когда вы развиваетесь духовно, считается, что вам вроде как не нужен этот мир. Вам кажется, что этот мир такой жестокий, что он такой несправедливый. Это первое ощущение. Потом вы начинаете видеть все по-другому. Вы начинаете, ну, можно, если так можно сказать, вы начинаете смотреть глазами Творца. То есть вы начинаете понимать, что люди проходят определенные уроки, и через эти уроки они растут. Тогда вопрос, что всем нужно проходить тяжелую какую-то судьбу, нужно обязательно проходить через какие-то серьезные препятствия и полевые, эмоциональные или физические уроки. Вот я для этого здесь с вами сказать, чтобы вам сказать, что это необязательно. Когда вы понимаете суть вещей, вы можете не проходить, потому что вы, как дети, лезете туда, куда не нужно. Делаете не то. Вы не чувствуете свою судьбу, вы не чувствуете, как формируются события. И за счет этого у вас вот такие уроки. Совсем не обязательно было мне проходить все эти уроки. В свое время можно было жить счастливо и благополучно. Я же все равно к этому пришла. Я научилась жить счастливо, благополучно, эффективно, успешно. То есть все получилось. Но только зачем нужно было проходить такие серьезные проблемы? Когда попался бы тогда мне такой человек, который бы объяснил, что такое тонкий мир, и что наши мысли и наши взрывные... А я тогда очень взрывная была по характеру. У меня перебор, видимо, энергии всегда был. Поэтому попробуйте мне что-то поперек сказать. Все меня несет. И я представляю, насколько я разрушала собственную жизнь своими этими бурными эмоциями, своими протестами, своей категоричностью. Сейчас, когда я понимаю, что выбросы этих энергий, которые происходят, они влияют на мою судьбу, они и сейчас иногда бывают. Бывают. Но единственное, что я умею все это потом отремонтировать на тонком плане, для того, чтобы не повредить никому, и в первую очередь тебе тоже. Ну вот я тебе говорю, Татьяна, что человек не может быть совершенно совершенным, когда находится в теле, потому что существуют еще психологические блокировки, существуют психологические триггеры, существуют различные барьеры, различные затыки, как любят говорить психологи, которые мешают вам быть счастливыми. И это тоже нужно проходить, это тоже нужно прорабатывать. Но все-таки моя жизненная практика подводит к тому, что просто психолог не сможет разобраться. Психолог он тогда, настоящий психолог, когда он еще имеет текстовидение и интуицию. Ну вот я считаю, что для меня примером таких психологов является свияж, семейников, которые не скрывают, что они психологи и парапсихологи, что они не берутся человеку помогать только психологическими методами. Они комплексно работают с человеком для того, чтобы привести его к счастливой судьбе. А счастливая судьба – вот всего три аспекта. Хорошая жизненная энергия, здоровые, ладные отношения и эффективность. Когда вы полностью проявляете себя, и вы счастливы в своем проявлении, и мир с благодарностью платит вам за то, что вы делаете. Так что, ну вот как-то так. Я так понимаю, что я много говорю, и пора закругляться, потому что по времени осталось совсем чуть-чуть. И давайте поговорим о том, что бы я хотела вам предложить. Я сейчас буду проводить курс, который называется, так и называется, «Ясновидение, интуиция, магия». И в этом курсе будет очень много интересного. Если раньше, я просто вся пылала тем, чтобы открыть сверхспособности для того, чтобы вы могли насладиться тем, что такое тонкий мир, чтобы вы столкнулись с этой тайной и полюбовались тем, что там находится. Это же так здорово! Это так здорово видеть тонкий мир. Я попала сразу вот в такой радужный, как моё платьишко, и мне там было очень здорово. И по большей части я просто наслаждалась тем, что я вижу. И, конечно, было очень интересно предсказывать судьбу и видеть эти рисунки, разговаривать с самой судьбой, разговаривать с жизнью, разговаривать с людьми, которые ушли в мир тонкий, но приходили иногда навстречу, чтобы передать моему клиенту что-нибудь из того, что они хотели бы передать. Чаще всего приходят бабушки, которые беспокоятся о своих внуках. И молодым мамашкам они рассказывают, что они там нарушаются в питании или ещё что-нибудь. Знаете, это всегда слёзы, это всегда соприкосновение душа, они чувствуют друг друга. И мамашки, обычно молодые мамашки, они подтверждают, что они действительно кормят всяким там, так и хочется сказать, китикэтом, то есть кормят кириешками или ещё чем-нибудь своих детей, что очень плохо сказывается на здоровье молодого поколения. Поэтому, конечно, тонкий мир – это интересно. И, ну, я хочу сказать, некоторые говорят, ну, это же, наверное, страшно, там же какие-нибудь монстрики. Ну, кстати, хотите, покажу монстриков? Я просто пока листала, видела, что у меня есть. Я часто вижу на людях, которые любят различные табакокурения, выпить, ну, вообще, вот живут пока ещё этим, очень часто крутятся вот такие. Не сказать, что они плохие, ну, они такие интересные. Вот, когда я первый раз увидела этот рисунок, я аж подпрыгнула, думаю, ну, ну, до чего же точно нарисовали? Дело в том, что, ну, они просто не похожи на людей, можно так сказать. Ну, у них там какой-то свой мир. Там где-то у меня ещё есть, где-то посмотреть в Майл.ру, если я сейчас могу найти, там целый ряд рисунков был, которые изображают. Ну, вот это вот очень точно, потому что сущности тонкого мира, они такие полупрозрачные, такие дымчатые. И из их цветового гамма тоже, из его конфигурации тоже видно, насколько они где-то там, к какому миру принадлежат, и что им нужно. То есть я не скажу, что все вот, я не знаю, где Татьяна нашла ужас, мне, например, они нравятся. Они мне даже симпатичны по-своему. Посмотрите, какие милые. Юрий Бурлзон в системе векторной психологии объясняет абсолютно всё. Ну, я рада. К сожалению, я с ним не знакома. Наверное, он хорошо объясняет. И буквально всё. Буквально всё я не знаю. Я не встречала людей, которые знают буквально всё. Потому что тонкий мир, он похож на Вселенную. Он также безграничен. И выдернуть можно какие-то определённые знания. Я обычно передаю только то, что я вижу, и не передаю то, с чем я не знакома. Возможно, есть какие-то ещё слои, с которыми я не знакома. Потому что в какие-то очень высокие слои, где формируется вообще наша человеческая реальность, я туда попасть не могу. Ну, по той причине, что, конечно, недостаточно моей вибрации. Уж слишком яземно. Чем тебе они так показались ужасно? Посмотри, какие хорошие. Ну, характерно, да, что у них есть хоботочки. Вот хоботочки на самом деле есть. С помощью этих хоботочков они питаются нашей энергией. Но если вы не любите курить, пить, материться и вести распутный, разгульный образ жизни, то вокруг вас им делать нечего. Они потому что радостью и счастьем питаться не умеют. Это не их энергия, поэтому они не умеют питаться этим. И вот это ляврочки, их называют чаще всего, они присасываются и питаются. Ну, вообще, корм друг для друга. И, не знаю, может, это нормально. Может, тоже кого-то едим. Кто-то питается нашей энергией. Вот эти собиратели энергии злости, уныния и различных, там, я не знаю, разгульной жизни, можно так сказать. Такие средние. Вот эти, по-моему, здесь так мило изображены. По-моему, они дружат друг с дружкой даже. И давайте вернемся к ясновидению. То есть курс интересный, замечательный и разносторонний. Я не знаю, Надежда, ты можешь какие-то ссылки давать? Я что-то не проговорила с тобой на эту тему. Нужно было развернуто или нет, что-то рассказывать о ясновидении. Ну, в принципе, я и так много чего рассказала. И на этом курсе сейчас я хочу остановиться на практической части. То есть я его немножко видоизменила. Если раньше я стремилась открыть способности и все, то сейчас я учу больше именно магии. То есть наконец-то я доросла до понимания энергопотоков. Это произошло буквально… Не, ну, я всегда понимала энергопотоки. Но когда мне удалось выйти на поток лады, мои постоянные слушатели знают об этом, то я окончательно для себя поняла, каким образом, каким образом можно взаимодействовать с тонким миром и как можно сонастраиваться на него. Поэтому сейчас я буду больше рассказывать. Курс будет на раскрытие способностей и как применить так, чтобы благополучие, успех, эффективность и счастье, любовь, оно все было в вашей жизни постоянно. И если вы куда-то вас несло с потока, потому что это ресурсное состояние человека, то есть человек должен быть счастлив, обеспечен и эффективен. То есть он должен открыть все свои способности, и все способности, которые вы хотите открыть, они могут и должны быть открыты. Потому что в этот мир пришли для того, чтобы проявиться в этом мире, творчески проявиться. Потому что вы созданы по образу и подобию. Бог проявил этот мир и вас в том числе, а вы проявляете свои способности. И так до бесконечности. Мир проявляется, и вы познаете через проявление этот мир. Светлые сущности выглядят замечательно. Ну, может быть, вот как эта девушка. Мне очень нравится. Сейчас посмотрю, может быть, у меня здесь есть какой-нибудь рисунок. Светлый мир показать. Красиво. Как рисуют ангелов, так и выглядит. Ну, такие, допустим, бывают тоже светлый мир. То есть вот это просто энергия светлого мира. Вот это мир вокруг вас. Картинки взяты из... Может быть, они там какое-то другое назначение имели. Я просто выдернула из интернета картинки. Вот аура человека. Я завтра про тонкий мир еще больше буду. Сегодня я рассказываю, как формируется ваша реальность. Вот, мне кажется, картинка, которая... Вот именно тонкие слои, они такие... У них не навещивые цвета, а такие, как приглушенные. Я это сравниваю с перламутром. Перламутровые цвета, и они вызывают нежность, они вызывают умиление, они вызывают... Вот, вы знаете, больше всего подходит... Женщины меня поймут. Когда вы смотрите на маленького, безмятежно раскинувшего ручки ребенка, когда он спит, это вызывает такое внутреннее умиление, потому что вы понимаете, что ребенок безмятежен, что он доверяет миру, что он маленький, совершенно беззащитный, и он счастлив от того, что он спит в своей кроватке и защищен от всего. И когда вы попадаете вот в эти слои, у вас такое же чувство, у вас чувство появляется, что вы любимый ребенок Бога, и Вселенная вас защищает. И у вас ощущение вот этой безмятежности и одновременно умиления тем, что мир заботится о вас, оказывается. Но к этому нужно прийти, это нужно понять, это нужно почувствовать. А если начинаешь все время видеть сущности вокруг людей, или умершие будут приходить? Вы знаете, тоже интересно, Воль, спасибо тебе за этот вопрос, потому что мне говорят, Нинель, ну как ты с этим живешь? Это ж ты сейчас, наверное, все это вокруг видишь. Я хочу сказать, что нет. Человек, он как бы переключает свое сознание. То есть есть просто Нинель, которая готовит еду, разговаривает с людьми, общается с друзьями, и я могу при этом ничего не видеть. И мне нужно переключить сознание для того, чтобы я начала видеть тонкий мир этого человека. То есть получается, я живу как сразу в двух мирах, но не одновременно. То есть я не иду все время в полумедитативном состоянии, в котором я могу видеть, я просто живу обыкновенной человеческой жизнью, но если мне нужно, я переключаю свое сознание и начинаю видеть какие-то определенные энергии. Но иногда бывает, правда, когда идешь, задумался о чем-то, такая, знаете, можно там музыку в наушниках слушать или еще что-нибудь, «О, как бы вот так», то моя душа может вот так сказать «О, порча какая!». Но это еще не значит, что я буду говорить об этом человеку. Если вас не спрашивают, не спешите причинять добро. Если нужно душе освободиться, и телу душе и телу освободиться от какой-то серьезной разрушительной программы, то ангелы, которые за спиной у каждого человека есть, они приведут этого человека ко мне. Иногда человек приходит с какой-то ерундой, как он думает, очень важной проблемой. На самом деле душа приводит его хотя бы чем-то зацепить его, чтобы привести ко мне, и я понимаю, что меня просят помочь этому человеку. И, ну, опять же, согласие. Иногда говорят, ерунду говорите, я не верю во все эти ваши порчи. Ну, не веришь, не веришь, иди дальше. Я ангелам показываю, он не верит, я не могу действовать, ничего не могу сделать против его воли. Когда созреет, тогда придет. Часто возвращаются. Начинают читать, что такое порча, начинают признаки порчить, читать, возвращают. Наверное, у тебя права, у меня действительно уже несколько, все рушится. Ну, тогда работаем. Примерно так. Умершие. У меня был такой момент, Оль. Я, там нужно просто вот эту практику, открываем сознание и закрываем сознание. У вас было когда-нибудь вот так? Вы просыпаете, какой-то интересный сон видите, и потом весь день этот сон вы крутите и крутите. Поставьте плюсик, если у вас такие вот состояния бывали. Уже и не радость, все равно крутится этот сон и крутится. Это тоже выход, определенный выход на тонкий план. И если вы туда двери не закрыли, почему сны не всегда обязательно так вот активно помнить, потому что вы где-то были в каком-то пространстве, общались и не закрыли туда двери, информация идет, 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 идет. Уже было забыть этот сон, вы все его крутите. Иногда вы такие яркие сны крутите, что как будто действительно это в вашей жизни было. И когда вы попадаете в тонкий мир, тоже нужно открыть дверь и закрыть дверь. Я вам уже говорила, что я свою медитацию всегда так начинаю. Открываем дверь и в конце мы закрываем дверь. Почему? Потому что нужно пространство закрывать. Вообще пространство вокруг нас великое множество. И вы можете попасть и по вертикали, и по горизонтали в разное пространство. То есть варианты вашей судьбы очень многочисленны. И обязательно есть лучшая версия себя и своей жизни. И туда попасть тоже можно. Ну вот у меня такая история тоже. Я редко запоминаю сны, но те, которые запоминают, это там просто космос. Потому что это могут быть совсем другие миры, это могут совсем другие цивилизации быть. Или я вообще могу разговаривать. Как же они назвали? Координатор они себя назвали. Я так осторожненько. Это где-то в седьмом или восьмом году. Вы знаете, я сегодня разговариваю, с эзотериками разговариваю. Я сегодня разговаривала с какими-то сущностями, с светлыми сущностями. Они себя назвали координаторами. Координаторами. Ну да. На меня посмотрели странно. Сказали, Нинель, ты знаешь, ты знаешь, что-то путаешь, таких вот нет. Сейчас, пожалуйста, наберите. Полно. Так же было с кристаллами. Очень часто нарисовала кристаллы, говорила. Вы знаете, я вижу кристаллы. Я даже знаю, что это световые кристаллы, и у них есть определенные функции. На меня тоже странно смотрели. Говорили, Нинель, агни-йогу почитать, а там ничего про кристаллы нет. Ну, может, когда была агни-йога, не было кристаллов. А может быть, это была закрытая информация. Вот сейчас я их вижу, и сейчас только кристаллические дети даже есть. То есть все это теперь есть. Тогда, когда я писала, это был в 2008 или 2009 год, о кристаллах вообще не говорили. Ну, вот как-то так. И я думаю, что у каждого из вас есть лучшая версия себя и своей жизни. Есть. Я обещала технику вам перетекания в лучшую версию себя и своей жизни. Можно перейти через ум, полностью составить. Мы это делали сейчас вот на курсе. Курс, был курс у меня «Смелость быть успешной», и мы составляли план того, как мы прием к успешности. Можно это сделать элементарно, через то, чтобы, для того, чтобы, как сказать, можно делать эзотерику. Но я сейчас вам покажу просто эту технику. На самом деле, для того, чтобы ее сделать очень успешно, нужно четко понимать, что вы хотите. Прям четкую картинку, что вы хотите. Какую реальность вы хотите. Куда вы хотите попасть. И с помощью этой техники вы можете туда попасть. Так, я так понимаю, что я тогда быстро очень покажу вам эту технику, наверное. Угу. Или у меня уже нет времени. Я смотрю, что появился новый пикер. Ну, в принципе, давайте оставим эту технику на завтра. Ничего страшного не произойдет. Завтра в это же время встретимся, и эту технику проведем. Пойдет. Поставьте плюсик, если вы со мной согласны. Я думаю, на вас и так вывалилось очень много информации. Завтра тогда будет две техники. Потому что, ну, некорректно занимать время другого спикера. Завтра жду вас в это же время, и мы продолжим разговор о тонком мире и проведем обещанную практику. И еще одну вещь. Хорошо? Ну, все тогда. На этом я заканчиваю. Пока-пока. С вами была Нинель Виноградова, автор проекта Школы Духотворчества, психолог и парапсихолог. Пройдите по ссылке, познакомьтесь с моим предложением. Если вам понравится, ставьте «Заказать», потому что все, кто будет заказывать сегодня и завтра, будут иметь дополнительные бонусы. Это будет курс «Гармония», и будет для каждого личная консультация, хотя она не проставлена. А если проставлена, то будет на одну личную консультацию больше, чем заявлено в пакете. Остальные вопросы, которые у вас есть, мы обсудим завтра. Жду вас завтра. Надежда, поставь плюсик, если ты готова взять слово. Ну, я стараюсь. Я же сама на Дальнем Востоке живу, Любовь. Это у тебя я не знаю сколько, а у меня уже 0,35. Надежда, поставь, пожалуйста, плюсик, если ты готова взять микрофон. И я передам слово тебе. Замечательно. Пока-пока. Если остались какие-то вопросы, мы обсудим это завтра в 16 по Москве. Пока. Еще пришел заново в нашу комнату и всех предыдущих. Давайте поблагодарим Нинель за прекрасное выступление. Дам сейчас еще разочек ссылочку. Проходите по ссылочке. Сегодня самые большие бонусы. Сегодня вы получите еще, если регистрируетесь сегодня, то вы получите еще дополнительную консультацию Нинель к указанным бонусам и скидкам. Очень щедрое предложение, потому что это достаточно дорогостоящий и энергоемкий продукт, как вы сами понимаете. Ниналичка. Буквально через минуточку я попрошу вас закрыть презентацию, чтобы... Да, два бонуса. Видите, консультация Нинель плюс курс Гармония. Два бонуса вы получаете. Сегодня неслыханной щедрости от Нинель Виноградовой. Сейчас еще раз я выбираю ссылочку. Сейчас, одну минуточку, одну минуточку. И сейчас у нас будет выступление прекрасного мастера Суфия, огромного специалиста, которого мы очень-очень все ожидаем. Сейчас, одну минуточку, чуть-чуть немножко интриги. Ссылочку. Вот, ссылочка. Проходите по ссылочке, регистрируйтесь, пользуйтесь этим просто уникальным предложением, огромной щедростью. Нинель для вас сегодня приготовила спецпредложение. И вы сможете им воспользоваться сегодня. Завтра уже не будет столько много бонусов, да, будет чуть меньше. Поэтому тот, кто решился сегодня это сделать, для самых первых и самых активных, конечно, особенные бонусы, особенные предложения. Очень красивая страница, вы можете пройти все и ознакомиться. У меня долго достаточно открывать, посмотрите. Это курс ясновидия и интуиция магия. Практическое применение сверхспособности для создания своей счастливой жизни. Вы раскроете в себе интуицию и способности к ясновидению, обучаясь опытного психолога, парапсихолога и ясновидящей. Вы откроете способность к ясновидению, которая открывает новые горизонты развития человечества. Это новый уровень, который можно назвать человек-творец. Когда раскрыты способности к ясновидению, можно не только плыть по течению жизни, но и управлять своей собственной жизнью. Строить свою реальность самостоятельно. Жизнь осознанна, а не по инерции. Строить матрицу судьбы так, как вам всегда мечталось. И сэновидение дает возможность видеть, как зарождается и формируется и материализуется ваша идея, что автоматически ведет к пониманию феномена магии, ведь магия это умение управлять энергиями тонкого плана. Там нажимаете просто кнопочку «Хочу» раскрыть свои способности и попадете на страничку, где сможете вести ваши данные. Вы также на странице узнаете, что вы получите после обучения, что вы узнаете, можете все, что вы сможете благодаря этому курсу, чему вы научитесь. Вы сможете выбрать удобный для себя вариант участия, пакет «Стандарт», «Премиум», «Вип». Все для вас. Познакомиться более подробно с нашим мастером, с ее регалиями, прекрасной сан-женщиной. Пользуйтесь предложением, проходите по ссылочке, регистрируйтесь. Если есть какие-то вопросы, пишите в скайп Надин Богданова. Я с удовольствием вам помогу с оплатами. Если какие-то вопросы, можете написать здесь, в чате, пока я не вижу никаких вопросов. И либо проходите по ссылочке, регистрируйтесь, читайте, знакомьтесь. Удивительный продукт, удивительная щедрость Минель для вас сегодня Что-то у меня наскольк. Интересно, все происходит. Подскажите, пожалуйста, кто уже знаком с нашим следующим выступающим Маст Сафаром, кто уже знает нашего прекрасного мастера, в случае подскажите, пожалуйста, поставьте плюсики. Я сейчас одну минутку что-то мне просто срочно нужно сделать. И сейчас я представлю нашего прекрасного мастера вам, для того, чтобы вы смогли начать прекрасный вечер. А сейчас пока пользуйтесь, пожалуйста, последней возможностью на сегодня заказать супер тренинг, супер по супер скидкам. Почему-то у меня этот компьютер немного подвисает и не получается у меня сегодня пара. я надеюсь, что сейчас он будет открываться. Я нашла. сегодня мы узнаем об очень интересной медицине солнечных лучей и ЗУС Маст Сафара. Маст Сафар сегодня решил порадовать нас снова своим присутствием и прекрасным изложением материала. и сегодня конечно вас ждут практики, которые позволят вам ощутить эффекты в течение их использования и получить длительный эффект, который формирует устойчивый рефлекс. У нас сегодня появится реальный способ покончить с болезнями и стать здоровыми. Это позволяет сделать медицина солнечных ключей, философия исцеляющего общения с бессознательным, философия молодости, красоты и здоровья, суфийские принципы практической регуляции, саморегуляции, оздоровления, омоложения, медицина солнечных ключей, а также практику, возможно, бесконтактный массаж лица, омоложение, разглаживание морщин, устранение грыж, разглаживание варикозных вен и целлюлитной апельсиновой корки, образно-полевое устранение шрамов, рукцов, послеродовых растяжек, попелом, все это способно дать медицина солнечных ключей, приемы общего омоложения и использования образа солнца и силы влюбленности, все это доступно суфийским практикам, это самые древние практики, которые дошли до наших времен, они лежат в основе главных мировых религий и многих эзотерических школ, все основные постулаты о личностном развитии, здоровье обозначены в суфийских практиках, испытанные временем, показали свою эффективность этих методик и большую востребованность в настоящем времени, умение донести это простым и понятным языком дано не каждому человеку, и сегодня вы встречаетесь с удивительным мастером в этом деле, который является практик, мистик, маст, сафар, имеющий множество учеников по всему миру, у вас сегодня есть возможность прикоснуться к его личному опыту в этом прекрасном мастер-классе медицина солнечных ключей, поэтому пользуйтесь прекрасным нашим предложением, приглашайте в комнату своих близких, будет очень интересно, я прошу вас встречать бурными аплодисментами нашего мастера Суфия Мастафара, Мастафар, если вы готовы, то я передаю вам возможность говорить, можете поставить в комнате какой-то знак, бурные аплодисменты от наших слушателей, будет очень интересно, субтитры ,